Микс Ньюс Уже не первый год проходит соревнование Мы вот вычисляли, по-моему, шестой, да? Уже в шестой раз будут проходить... Шестой год Шестой год Как раз бойцовский турнир Геттофайт И я посмотрел очень такая внушительная все-таки география этого турнира То есть это не только бойцы из Латвии, там, ну, скажем, Литва, Эстония, понятно, наши соседи Но приедут и из России, Азербайджана, Грузии, Белоруссии То есть вот как удается собирать такое большое количество представительных бойцов? Ну, когда мы в 2014 году первый турнир делали, там участвовали только латвийцы Потом стали приглашать литовцев, эстонцев И все начало расширяться с такой скоростью, что заявки начали приходить Ну, мы как, мы все спортсмены, все дружим, ездим на чемпионаты международные И начали интересоваться этим турниром и изъявили желание приезжать То есть получается, что не вы уже ищете, а уже сами просят, ну, присылают заявки То есть это, в принципе, говорит о том, что... О статусе турнира О статусе турнира, да А вы сказали о том, что вы все дружите и общаетесь А вот как так, вот дружите, дружите, потом уходите на ринг и давайте метели друг другу Не мешает одно другу? Абсолютно не мешает, потому что для нас это такой же вид спорта Как, ну, то же самое, если бы футболисты передрались все на поле Да, спорт спортом, да, жесткий вид спорта, да, там, кровь, удары Но за рингом, за клеткой мы все друзья, товарищи и помогаем друг другу готовиться Ну вот девиз турнира, кстати, я хочу напомнить Девиз с уважением, fight with respect То есть это, в принципе, что означает? Это самое главное, что у нас есть это уважение Никакого модного трэш-тока, да Ну, как сейчас принято там обзываться перед боем Унижать соперника, морально пытаться его там унизить У нас это вообще никак не приветствуется Ну, у нас это, грубо говоря, запрещено И ребята это знают и очень уважительно друг к другу относятся Ну, я задам этот вопрос, да Зачем вы бьете друг другу лица? Ну, знаете, как люди разные бывают У кого какие интересы Кому-то нравится рисовать, кому-то нравится танцевать Кому-то нравится заниматься боевыми видами спорта Но он по духу воин, да Убивать в нем воина, ну, не стоит Сильно развивать это тоже не нужно Да, ну, я как человек, который в этом спорте давно Ну, я не совсем А давно это сколько? Семи лет А сейчас вам сколько? Тридцать четыре О, как Ничего себе То есть большая часть жизни Слушай, вообще не ссорятся сейчас, да? Потому что мы далеко сидим Нет, я же добрый, видите А вот это, кстати, границы какие-то Да, вот вы говорите Вот не стоит в этом убивать Ну, и не стоит, наверное, как-то культивировать Все-таки этот вот дух бойца И дух, там, не знаю, там соперничества какого-то А какие есть лимиты? Ну, вот есть какой-то момент Когда ты начинаешь понимать Что-то я вот уже переборщил Перетумачил, да? Надо немножко сдать назад Я сторонник того, что Вот ребята, когда с детства занимаются Очень большое внимание уделять учебе Образованию Я не очень поддерживаю профессиональный спорт Да, я не хочу воспитывать там монстров, животных Да, которые вот Есть тренер, который вот он монстра растит Вот он будет выступать, будет там, не знаю Убийцей таким Ну, да, машина Нет, я не за машины Мне больше, чтобы духовно тоже развивались И умственно развивались Это очень важно Потому что спорт может закончиться в любой момент В карьере и в жизни человека И что будет после спорта Это очень важно Вот как раз вопрос, что будет после спорта Как известно, профессиональные спортсмены У них действительно просто физически нет времени На то, чтобы бегать по университетам Очень мало кто из них имеет высшее образование Или высокий IQ Ну, потому что у них совершенно другое направление Вы говорите о том, что вы делаете акценты на то и на это Как это уживается друг с другом? На самом деле легко Если ребята начинают тоже говорить, что невозможно Я им беру на бумажки, расписываю распорядок дня И, честно скажу, у нас в зале есть три школьные парты Мы купили три школьные парты Если они не успевают дома это сделать Они делают это в зале Садятся и делают уроки Ну, по идее, родители должны быть в восторге Очень в восторге Серьезно? Конечно А в жизни это вот нужно? То есть, бывает Я вообще слышала теории много раз, кто-то мне говорил Кто занимается винобойцовскими видами искусства О том, что в жизни они как раз очень миролюбивы Лишний раз в раку не полезут То есть, они выложились на ринг И им больше, в принципе, не нужно Они не агрессоры, они не провокаты Ну, потому что они знают, что такое боль И знают, что они могут причинить боль Они знают, что и с той стороны может быть парень Ну, в порядке, не просто хулиган И лишний раз, когда они там 6-7 раз в неделю тренируются И этот адреналин выплескивают То им лишний раз там на улице не хочется Но я как раз слышала теорию о том, что они не столько Там знают о том, что это боль Сколько они четко понимают, что они физически и технически Сильнее большинства людей вокруг Поэтому один неловкий удар может там, в принципе, изувечить человека По сути, поэтому они не лезут в драку А приходилось в жизни применять? Конечно Я говорю, вот мне, к счастью, нет И вот что за ситуации такие? Шли, а он сзади, да, набросился, скажу, хулиган А женщина спасли Ну, не все же люди адекватные на улице Мне когда говорят, а ваши ученики дерутся на улице? Конечно А вы им не запрещаете? Я говорю, нет Есть ситуации, когда, ну, не просто можно, а нужно Себя защищать или там какие-то определенные рамки Загонять человека, оппонента, да Успокоить надо Потому что у всех у нас есть жены, дети, дочки, подруги, сестры Мамы, с ними может что угодно произойти Вы такие защитники, да? В первую очередь То есть, а вот что является мотивацией? То есть, вот для того, чтобы пойти у вас заниматься Это, ну, вот именно, ну, защитить себя, добиться спортивных успехов То есть, что главнее? Ну, так как у нас клуб, он такой достаточно популярный и модный То ребята приходят в первую очередь, как мне кажется, самореализоваться Да, то есть, им хочется как-то где-то себя проявить, показать Потому что достаточно сложно сейчас это сделать Да, и они через спорт пробуют себя реализовать И я этим очень хорошо пользуюсь А приходят, допустим, ребята, которые в жизни вот такие тихушники сидят Где-то их все обижают В школе какой-нибудь буллинг там они пережили Может быть, или переживают в данный момент Им нужно себя как-то привести в форму для того, чтобы дать этот отпор Ну да, обычно они не сами приходят Их родители приводят, вот таких детей, да? Что вот его в школе обижают Можешь там как-то повлиять Ну, месяц-два Ему просто надо объяснить Здесь дело не в физическом воспитании, а в моральном Ты такой же, конечно Я помню, где-то, наверное, в пятом классе Я влюбилась в мальчик, он меня ужасно не любил И я стала встречаться с другой девочкой В пятый класс, понимаешь, да, это же драма Я решила ему отомстить И я пошла на каратэ Дослужилась до какого-то ранжевого пояса Поняла, что я могу его побить И вот он сразу разлюбил Он стал мне вообще неинтересен Просто вот есть такое, что они приходят, начинают заниматься Потом, зачем мне это надо? Ну, я уже все могу, как бы заступиться за себя могу Больше я не буду этим заниматься, они уходят Есть такое Особенно если их одаривают сразу Есть такие организации, тренеры, которые Он там год-два занимался, у него уже медалей столько Что боев меньше, чем медалей Пояса на нем висят, думаешь, ну и все Ветеран бойцовского искусства Вот что ему надо, если он уже великий чемпион Но дети, которые приходят, подростки, которые приходят Они же четко должны понимать, что это не завтра результат будет Они вот готовы работать на результат, который будет долгосторожным Не все готовы и не все это понимают Но вот тот, кто это понимает, он реально становится большим человеком в этом спорте А родители, вот как относятся родители к тому, что начинают заниматься? То есть кто-то приводит, вот вы сказали сами Есть ли те родители, которые, например, боятся, что вот там ребенок, а может быть он станет более агрессивный То есть пытаются запрещать Вот как вы общаетесь тогда? Ну, родители многие боятся Им кажется, что вот он сейчас придет и таким монстром вырастешь Он там, надо будет его с ошейником водить Но проходит время, они видят, что появляется дисциплина Самая главная опция и бонус это то, что можно влиять через тренера То есть какой-то период жизни у всех детей есть, что родители уходят на второй план И они начинают себе искать авторитетов на улице или где-то И слава богу, что у них появляются хорошие тренера Которые с ними работают, которые с ними общаются И не только о спорте, какие-то личные проблемы Ну, ко мне ученики приходят с вопросами Начиная, какую прическу лучше сделать Заканчивая, с девушкой поругался, что делать дальше То есть это важно, вот этот контакт наладить И тогда родители могут позвонить и сказать Вот он там в школе плохо себя ведет, можете повлиять на него Мы все время говорим, родители, дети А вообще с какого возраста к вам приходят? И какой, в принципе, основной возрастной контингент Сейчас, по крайней мере, те, кто тренируется? Ну, я беру детей с 10 лет Потому что все-таки это такой достаточно серьезный вид спорта Он жесткий И когда мне приводят там мальчика пятилетнего И говорят, что он там вот недавно буквально был Отец там приводит, говорит Возьмешь, я говорю, ну рано ему Он говорит, да нет, он там в садике всех там бах-бах бьет Я говорю, ну тогда к психологу отведи его У него, видно, проблемы какие-то, раз он всех бах-бах И сам сходи, говорю, заодно То есть надо четко понимать, куда ты пришел Да нет, на меня не обижается Сложно обижаться на человека, который может тебя нокаутировать Который всегда улыбается А женщины, девчонки приходят? Да, у нас есть девочки, много достаточно Они приходят, у каждой свои цели, конечно Кому-то нравится просто в компании сильных мужчин заниматься А есть, кто реально занимаются боями и достигают высоты А какие, ну вот скажем, допустим, большинство женщин Они идут, если же мы говорим о бойцовских каких-то видах Они, в принципе, идут, например, на кикбоксинг Потому что он более-менее деликатный, если так можно сказать Чем они у вас занимаются? Как это выглядит все? А то они прямо выходят Это вот, что это, как это назвать? Какой это вид спорт? Панкартион 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 Окей Да, у нас там не только ударная техника, но и борьба И, конечно, мы азы все эти изучаем И девочки достаточно агрессивные Они намного агрессивнее мальчиков Да, вот я слышала Особенно, когда они в парах стоят, это надо очень контролировать То есть у них иногда эмоции зашкаливают А они не становятся такими большими, мощными, такие плечи, такие широкие? Нет, это уже чисто такая физиология То есть за этим надо следить Я говорю, я очень против, грубо говоря, таких мужичек Таких, которые приходят агрессивные Нет, не будь агрессивной Ты оставайся девочкой Ходи в платье, вот тебе цветочки, все Оставайся вот девочкой Мандал, я знаю, что у вас даже библиотека есть в зале То есть вот это постоянные жалобы на то, что молодые люди перестали читать Учителя жалуются, да, говорят Вот не читают, не читают Стихи не учат Ну, стихи я, бывает, заставлял учить В тренерской закрываю И как бы выучишь там Выучишь выходи Вместо тренировки ты сегодня учишь стих Потому что ты почему-то не можешь его выучить А библиотека, да Потому что я сам читаю много достаточно Ну, мне нравится читать Именно вот спортивные биографии Каких-то героев своих, да, там кумиры есть И ребятам так началось с того, что О, там книжка, там, Конор Макгрегор Да, о, все взяли по очереди, почитали там в зале Там дальше Майк Тайсон, там, Хабиб Нурмагомедов Все все читают И мне учителя говорят Вот они не читают в школе Я говорю, ну, наверное Не хочется читать то, что неинтересно Да, там, классика, это все хорошо Но мы читаем для чего? Чтобы грамотно писать в первую очередь Ну, я говорю, там, сидеть в интернете Ну, вряд ли грамоте научишься А хоть какие-то книжки пусть читают Если уж не хотят читать Достоевского и Пушкина То пусть хотя бы читают автобиографию Конора Макгрегора Вы говорили о том, что через тренера все-таки можно повлиять на поведение ребенка Вообще, как бы через любого человека, который воспринимает как авторитет Там вы озвучили несколько уже вопросов, с которыми мы обращались Но какие действительно проблемы волнуют родители? С чем они приходят к вам? Вот помимо того, что он не читает в школе, да, условно, ну, ладно Это можно там повоздействовать, но есть вещи И более трагичные, да, которые происходят в жизни ребенка Он воспринимает это, да, как просто последнюю стадию перед суицидом, естественно Потому что все проблемы в 13 лет невозможно решить, мы же понимаем Но с чем приходят родители? Что просят? Как просят повлиять? На что? Ну, в целом, я считаю, что сейчас вообще проблема у молодежи Это вот, в принципе, родители и есть проблема у молодежи Потому что отцов очень мало у детей Да, особенно для парней это очень такой важный момент, да А когда вот столько неполных семей и повлиять некому на мальчика Он начинает что-то сам придумывать А тренера как раз может стать вот этим, ну, как бы отцом заменить ребенка Они элементарные вопросы могут задать И я иногда вот вначале там думал, ну, что он меня спрашивает об этом А сейчас я понимаю, а некого спросить А некого своей Маму о некоторых вещах не спросишь А отец все-таки нужен А вообще вот такие моменты откровенных разговоров с подростками Они пугают, они волнуют Ну, во-первых, это большая ответственность, да Нужно человеку понимать, что ты говоришь, как ты говоришь, как он это воспримет Во-вторых, могут быть вопросы достаточно деликатные На которые тоже нужно как-то правильно отреагировать Это уже пошла какая-то такая глубокая психология Ну, здесь уже опыт человека нужен То есть я сам много чего видел и прошел И мне тоже было 13-14 лет У меня тоже были какие-то непонятные ситуации в семье Поэтому мне приходится возвращаться в свое прошлое Приравниваться с ними по возрасту И начать общаться, учитывая их эмоции на данный момент А сколько, в принципе, у вас всего подростков Ну, вот, в которых вы тренируете И можно ли, ну, то есть, как часто появляются новые ребята То есть насколько, вот, если вдруг сейчас кто-то услышал, заинтересовался Хотел бы к вам, а вы говорите Ну, к сожалению, вот, но группа не резиновая Ну, мы никогда не набираем группы Никогда нет рекламы клуба нигде Да, что вот мы набираем группу там и так далее Но сейчас в системе нашей насчитывается, ну, 120 человек где-то То есть ребята приходят У меня простое правило Я говорю, ребят, я вас не знал до того, как вы пришли сюда Я никого не звал сюда У нас есть определенные правила, по которым вам придется жить Вот, кстати, правило Если вы готовы Расскажите Я просто вот как раз для себя отметила Серия первого правила бойцовского клуба Да, никому не говорите о бойцовском клубе Какие правила есть вот такие стабильные, железные, которые должны знать дети? Ну, правило, понятное дело, что уважение ко всем Да, в зале То есть порядок, все Там тренер, старший, там ученики Второе, это быть полезным То есть они все друг другу должны помогать Если ты отличник, помоги двоечник Если ты там сильный, помоги слабому То есть у нас такая строгая иерархия идет Там старший помогает младшим Я всегда говорю в зале Ребят, младшие, это ваши заботы Это я старшим говорю Если у них какие-то проблемы, вы должны им помочь решить Если их где-то обижают Если они не успевают по учебе Если у них там элементарно где-то там Просто по мелочи даже помочь, помогите Да, потом правило четырех баллов называется Учиться не ниже четырех баллов То есть если ты не можешь учиться на четыре балла То, наверное, этот спорт тебе только мешать будет развиваться Просто бить по мешку и людей потом в ринге Этого недостаточно То есть вы имеете в виду, они должны учиться хотя бы на положительную оценку Да А как это проверяется? Вы просите их, покажи их классы или что-то Очень просто, у меня есть те классы, да Серьезно? Каждый семестр заканчивается Они приходят с табелями Я фотографирую, у меня папочки каждый год И если я вижу, что они становятся хуже Значит, им, наверное, надо взять перерывчик Пока не исправят оценки Это, ну, очень строго и контролируется И есть там наказание и поощрение Читись пытаются? А я сейчас здесь подделаю А давай я возьму там другой табель или что-нибудь Чтобы остаться? Нет, ну меня сложно обмануть Я сам достаточно хитрый человек Кто лезвием не стирал троечку, чтобы справить на пятерочку А дружба вот между учениками Поскольку они проводят достаточно много времени вместе Вот есть ли примеры того, что, ну, даже потом взрослеет Ну, завязываются какие-то связи дружеские? Ну, я бы сказал, даже не только дружеские, но и семейные И, конечно, у нас и мальчики, и девочки дружат, да И встречаются, потом создают семьи И это все очень классно Потому что это неловкий момент, да, когда четко знаешь, кто моет посуду То есть вообще ссоры нет в принципе, да Потому что как бы не надо ссориться, да, с чемпионами А бывает, что они, например, во время тренировок или после матча Особенно, когда результат не нравится Вот они психуют Это же подростки, у которых все там Гормоны, эмоции зашкаливают И вот тут надо как-то правильно себя повести Как часто это происходит и как вы действуете? Ну, часто, конечно, спортсмены не согласны с решениями судей, да Бывает, ой, засудили, еще что-то Но я всегда им говорю, твое дело выступить Дальше там суди, что решили Ты главное для себя знаешь, что ты выиграл Если ты выиграл И не надо выдумывать там какие-то успокоения Проиграть это самое худшее, что может случиться Вот ты проиграл, это очень плохо Не нужно прыгать в окно, конечно, но это очень плохо Иди сядь, подумай, где ты недоработал Какие ошибки ты сделал И вини только себя Ты проиграл, это плохо А участвовать ради участия Ну, как говорят, знаете, там Главное не победа, а участие Я считаю, что это неудачники придумали Ну, то есть, получается, что это учит, наверное, в первую очередь Искать проблему в себе В себе, конечно Потому что мы сталкиваемся даже со взрослыми людьми У которых всегда виноваты вокруг все, кроме них И вот это лучше с детства воспитать Что ищи в себе проблему Вот мы говорили про подростков Какие вообще проблемы у них сейчас? То есть, я не знаю, у меня, например, дочери 10 лет Я уже вижу, да, где я отстаю Потому что там какие-то появляются новые мемчики Тик-Ток, как бы там еще что-нибудь Ты просто совсем не успеваешь Но если мы говорим о подростковом возрасте Чем они сейчас вот болеют? Что им сейчас нравится? Какие у них интересы, может быть, сейчас? Ну, сейчас у всех вот это слово хайп, как говорится Конечно Они хотят вот именно вот как угодно Любыми путями вырваться там в люди, как им кажется Да, иногда они переходят какую-то грань И некому им подсказать, что это тормози Да, все, остановись Ну, подсказывайте Да Ну, вот это вот искушение, кстати Приходится Вот действительно, ведь искушение, когда могут подойти люди Предложить какие-то сомнительные дела И вот сам подросток, ну, вот даже не понимая, где он переходит В ту грань, легкие деньги Ему кажется, что это вот он может сделать, заработать Что-то помочь семье Вот как получается, что здесь тоже может помочь наставник Как бы прояснить, что там Всегда нужно говорить У меня настолько тесный контакт с ребятами Что я знаю там про каждые их косяки И, конечно, там, чего скрывать, скажем, прямо И бывали моменты, когда и наркотиками торговали ребята, да Там пытались, им казалось, что это, ну, типа Круто Скинул быстренько, заработал Но когда они начали понимать, что может за это быть И когда кого-то это коснулось Вот самая большая проблема молодежи, что они не хотят на чужих ошибках учиться А кто хочет? Никто не учится на чужих ошибках Мне кажется, я, вот у меня суперспособность моя, что я всегда на чужих учусь Вот один на миллиард, да? Да, я вообще в таком плане лучше проконсультируюсь, спрошу товарищей И, опять же, мне повезло со старшими товарищами и в детстве, и сейчас во взрослой жизни Что у меня есть у кого спросить мнение И мне всегда скажут, как лучше сделать А что по поводу равенства, наверное, в том числе и финансового, и социального? Потому что дети приходят из очень разных семей, да? Кто-то приездит на Бентли, кто-то катается на самокате И это максимум, что он способен, допустим, могут обеспечить ему родители Как в этих ситуациях они себя ведут? Нет ли у них там внутри какого-то сопротивления друг с другом? Нет, у нас в зале все очень просто У нас и ребята достаточно Ну, у нас нет вот этого пафоса Иногда приходишь в какой-нибудь зал, и они все разодеты настолько Что кажется, что ты пришел каким-то великим чемпионом Начинаются соревнования Вам надо сейчас улыбнуться, вас сфотографировали А у вас такой простой вид, Жень, давай мы его еще раз сфотографируем с улыбкой Все, все получилось Мы, кстати, все-таки вот как-то говорим о самом клубе А ведь турнир, завтра будет турнир Может быть, несколько слов о том, что увидят зрители И где это будет происходить, я так понимаю, что-то под открытым небом? Да, это на нашем любимом Гризинкалнсе все пройдет Это такой наш родной дом и база Да, уже шестой год подряд это будет девятый турнир В августе будет десятый юбилейный Там мы вообще сделаем все очень круто Да, но и завтра будут очень хорошие бои Будет 25 боев И главное на турнире будет гран-при за пояс чемпиона Европы Да, там будет восьмерка Будет весовой категории до 85 килограмм Ну, будет очень интересно Как вход? Вход всегда бесплатный Это то, что самый большой плюс на гетто Это то, что для зрителей всегда бесплатно А много вообще зрителей собирают такие мероприятия? От двух тысяч человек Ничего себе А насколько, в принципе, это действительно Нет ли искушения у организаторов То есть, если такой интерес сделать, вести платный вход Или даже сам момент, что иногда бесплатное не ценится Вот прям даже Часто так бывает, да Но, как говорит наш руководитель Он говорит, лучше поработать со спонсорами И сделать все красиво А вот те бойцы, которые приезжают на эти соревнования Вот насколько наши латвийские выглядят на этом фоне Насколько мы котируемся Насколько мы крутые Я скажу коротко, мы крутые Потому что Латвия очень развита в этом плане В панкратионе мы входим в пятерку Когда мы приезжаем на чемпионаты мира Мы всегда где-то в пятерке есть в общекомандном зачете И скольки? В пятерке В 40-45 стран Где-то так, когда большие чемпионаты То есть, Латвия, она... Вообще, в панкратионе бывшие страны союза Вот они, белорусы, россияне, украинцы, латвийцы Очень сильные Как победить страх? Вот человек приходит, он вроде научился, технику знает Вроде физически готов Страшно, потому что страшно взять и ударить человека Например, страшно, что тебя ударят В первую очередь, опять же, опыт То есть, когда ты это много делаешь Ты понимаешь, что это уже в порядке вещей Первый раз, когда ты как делаешь это первый раз? В первый раз, вот у меня есть, там, недавно разговаривал с девочкой Ну, она тренируется достаточно давно Но каждый раз, когда она выступает Для нее это такой стресс И она, я не знаю, говорит, что делается Я говорю, у тебя... Ну, она боится публики Вот у нее публика, это все Страшнее, чем соперник? Да, да Я говорю, хорошо, вечером приди домой, включи телефон И начни себя снимать Просто говори в камеру Просто говори в камеру Потом сиди и слушай, что ты говорила То есть, ты должен перестать бояться Каких-то вот, все, что вокруг происходит Надо абсорбироваться и все Вот То, что происходит рядом Все эти глаза, зрители, мнения Тебя никак не должны отвлекать Потому что, в первую очередь, ты должен выиграть себя Потом ты должен выиграть публику И потом ты только должен выиграть соперника Это всегда так происходит? Это всегда так То есть, если ты выступаешь раз в два года Ты каждый раз выходишь, как в первый раз И для тебя каждый раз это стресс Чаще надо выступать Ну, если вот там, допустим, парни, которые выходят на ринг И потом ходят с разбитыми лицами Это может даже и неплохо Да, ну, всякое бывает Залезли, подрались Как девочки, вот они с этими синяками ходят Девочки тоже, они разные Есть такие, у которых там кровь пошла, ну и нормально У нее такой стержень А есть, ой, 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 ой Там все, там кровь или удар какой-то Ну, это опять же с опытом приходит Кто-то задерживается, кто-то нет Вот вы еще сказали о том, что родители, когда приводят детей Они думают, что мало ли воспитают монстр Что с ним потом делать Как часто приходят родители, которые боятся, что их детей побьют? Ладно, бог с ним, если он будет монстр Хуже, если монстр окажется соперником В основном вот так и приходят Вот там, обижают в школе Вот там, что-то сделайте с ним Сделайте что-нибудь Да, я говорю, а там такой уволень Я говорю, такой сами виноваты Ну сколько, ну 16 лет он не может кувырок сделать Почему? А в школе сейчас не показывают Вот я помню себя в школе, там 7-8 лет было Там первый класс нас учитель показывал, там все с каждым Сейчас этого нет Вот, кстати, физическая подготовка сейчас Я смотрю со стороны на вот этих школьниц, которые ходят Ну меня обычно школьницы интересуют, как они выглядят И я, честно говоря, иногда нахожусь в таком шоке То есть мне там почти 40 И я выгляжу гораздо лучше, спортивнее большинства из них То есть чем они там занимаются на своей физкультуре Я не знаю, чем они занимаются вне школы Можно только догадываться То есть джанк-фуд, ну телефон, что они в тюрьме сидят Сейчас физическая подготовка детей и подростков, она ужасная, да? Ужасная Вот, скажем, я со своим там огромным лишним весом То, что давно не тренируюсь и так далее Я не, ну, вот с молодежью я могу посоревноваться по выносливости То есть беда, это все, опять же, курение Все эти развлечения непонятные, да И то, что в школах перестали... Вот знаете, вот раньше была физкультура А потом она раз и в спорт превратилась, в название Вроде как только название поменялось А по сути поменялась вся система Если раньше мы занимались физкультурой Мы делали акробатика, бег, там какие-то, ну... Прыжки через козла Да, через козла прыгали, там... Куча-куча упражнений Сейчас это спорт, это в первую очередь состязание То есть если ты способен состязаться с другими Все, давай, мы едем на чемпионаты какие-то между школами Сейчас это поставили во главу А не то, что дети хотя бы чуть-чуть должны быть развитые И когда приходят огромные парни в 16-17 лет И я когда их записываю, говорю, чем ты занимался до этого? Нет Ну как нет? Ты не занимался спортом никогда? Нет Я говорю, ну хорошо, разминка начинается Кувырки там элементарно приставным шагом не могут бегать То есть координация настолько, ну... Баланс координации – это ужас Вот, кстати, еще такой момент То есть когда приходит человек, который никогда не занимался спортом Не может бегать приставным шагом и сделать кувырок А тут рядом тренируются спортсмены, которые это все не только могут Но делать это круто Не срабатывает ли вот этот вот такой момент Как бы, да ну нафиг, пойду я отсюда В этом и есть характер Потому что я вот не умею В этом и есть характер Когда человек попадает в среду, где все сильнее его Он или тянется к сильным Или он просто отходит А вам не жалко этих ребят, которые уходят? Не пытаетесь вернуть? Возможно, нет, нет, нет Никого не пытаюсь вернуть Потому что, возможно, это не его Это с чего мы начинали разговор Что кто-то рождается воином У кого-то есть характер И кто-то хочет вот упрямый А зачем его отговаривать? Он может, станет великим художником А мы занимаем его время боями Школа, вот вы уже говорили о том Что современная школьная система Она как-то, получается, направлена на то Чтобы найти способных ребят, ну, с ними работать А остальных просто, ну, на них, можно сказать Махнули рукой, получается, да? Ну, грубо говоря, да То есть что-то, вот с вашей точки зрения Нужно было бы действительно поменять в школьной программе? Я вообще считаю, что система образования Уже очень устаревшая И посмотрите, как время ушло вперед А ребята по 12 лет сидят за партой Это уже в 19 лет сидит за партой Парень, который может уже приносить пользу И стране, и семье И мне кажется, надо более неформальную обстановку создавать Да, что заходит учитель и объясняет ему доступным языком Да, чтобы ребята понимали А то они выходят из школы И там, вроде они уже могут голосовать на тех же выборах А они ничего не понимают Где, какие плюсы и так далее Или там, как общаться, как устроиться на работу Они не знают, как это сделать Как там, какие-то элементарные вещи Зато они знают, как найти катангенс, который И вот мне, честно говоря, так и не пришлось его искать В жизни даже А публика, вот мы говорили о том Что очень важно преодолеть страх перед вот этой публикой А насколько, есть ли какие-то группы поддержки Ну, то есть ведь очень важно, когда спортсмена Ну, он чувствует, что за ним стоит зал А вот если, предположим, нужно выступать Ну, какое-то выездное состязание И он понимает, что вот зал будет болеть за его противника Вот именно вот этот вот тоже психологический момент Как его преодолеть? Ну, опять же, болельщики есть везде И куда бы мы ни приехали В другие страны Всегда есть те же русскоязычные люди Которые, о, это ж наши Да, сначала они латвийцы Ну, как бы Ну, все равно Как бы там политика не диктовала Все равно латвийцы Они всегда свои для россиян будут Потому что они ближе просто Да, и мы когда приезжаем там в Германию Куда-нибудь, в Англию Всегда за нас болеют А что касается спортсменов То, ну, их это не должно сбивать Вот у него есть соперник У него есть бой Он должен его провести Будут за него кричать Не будут Конечно, когда ты дома И за тебя кричат Вся арена кричит Конечно, так лучше Но ты должен быть готов к тому Что ты будешь такой Один на поле воин Да Ну, как и в жизни Им достаточно, что я кричу А вы кричите, да? Очень Я очень эмоциональный И у меня может там Ну, как что вы кричите? Давай, да, врез Нет, я подсказываю И подбадриваю Знаете, тоже многие тренеры Во время боя начинают учить драться Ему там серии какие-то там Или приемы учить делать Нет Ему надо четко говорить То, что делается по плану И они это выполняют И результаты есть, слава богу Ну, здорово 28 мая в Риге В парке Гризин Калнс Пройдет первый этап Бойцовского турнира Гетто Файт И еще раз вот напомним Что не только наши Латвийские бойцы Но и бойцы из Литвы Эстонии, России Из Азербайджана Грузии, Беларуси Будут принимать участие Вход на мероприятие Бесплатный Приходите, посмотрите Поболейте Поддержите Покричите Покричите В конце концов Да Где еще покричать Не на таких видах спорта Ну и сегодня в нашей студии Тренер бойцовского клуба Сев Арчи Лидер бойцовского турнира Гетто Файт Манвел Исаджанян Был Спасибо вам огромное Манвел Спасибо вам большое